Ребят, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Александр, будем сегодня рассматривать очень интересную, по моему мнению, модель. Модель называется Jake P6. Этот смартфон является копией популярного в прошлом Huawei P6, который был с суперкрутым дизайном. Эта модель тоже с крутым дизайном, с MTK-процессором, с двумя сим-картами, с 5 дюймами экрана. Ну, в общем, сейчас посмотрим все это. Коробка вот такая. Я видел, что коробка у некоторых людей, у других она такая квадратная. Ну, не знаю, у нас вот такая вот коробка. В комплекте есть крутой бампер оригинальный, который подходит под все разъемы, под все камеры, динамики и тому подобное. То есть, аналогичный бампер был у Huawei P6. Он вот так вот одевается. Ну, в общем, все, как говорится, тютелька в тютельку попадает. Также есть пленка. Пленка наклеена уже на экране. И стандартно, что тут у нас? Гарнитура, зарядка и USB кабель. В общем, не буду доставать. Там ничего особенного нет. Только коробки эти открывать. Мне лень, если честно. Так, коробку отставляем куда подальше. Переходим непосредственно к нашему красавцу смартфону. Во-первых, вот такая вот модель по толщине. Толщина его составляет где-то между 7 и 7,5 мм. Давайте спереди начнем. Здесь 5-дюймовый дисплей. Сверху у нас есть фронтальная камера на 5 Мп. У пикселей есть динамик и датчик движения. Также есть здесь же датчик приближения и освещения. Снизу 3 сенсорных кнопки. Меню домой-назад, слева-направо. Они не светятся. Это минус. Ну, такой незначительный. С этой грани у нас качелька громкости. С этой грани разъем под наушники. С этой грани кнопка включения-выключения. Низ смартфона у нас имеет микрофон и разъем microUSB. Прошу заметить, что дизайн вот такой. Вот здесь у нас квадратиком. Здесь у нас кружочком. Это очень круто. Ободок вот этот вот, он алюминиевый. Он металлический. Теперь смартфон сзади. Обращаю внимание, что у нас на крышке сзади нет логотипа Jake. Не знаю почему, вот такие вот пришли. Задняя основная камера на 13 Мп. Есть вспышка. Есть решетка под динамик. Теперь интересный момент. Смартфон у нас на две симки. Есть слот под microSD карточку. Но как же открывается эта крышка? Я по отзывам от людей, которые пишут отзывы, снимают ролики, видел, что, блин, не могу снять крышку. Очень плотно, очень что-то тяжело. Это все просто. Вот так вот крышка снимается. Отодвигается вниз. Во-первых, ее можно уже саму по себе снять. И плюс, чтобы не мешало, вот эта вот штучка, она пластмассовая. Она просто снимается и можно ее положить вот так вот. Обращаю ваше внимание на то, что эта крышка, она полностью металлическая. Ну, у меня сразу аналогия возникает со смартфоном GU-G5. Значит, под крышкой мы видим. Мы видим аккумулятор. Аккумулятор здесь на 2200 мАч. Здесь два слота под симки. Вон у меня стоит симка Киевстаровская, большая. И вот так вот, как нарисовано на вот этой вот схеме, вставится мини-симка. И вот этот разъем вставится карточка сама по себе непосредственно. Стандарты связи вот такие. Вот имейте это в виду. Динамик. Динамик звучит довольно-таки классно. Мне понравилось. Но интересно то, что когда смартфон вот так вот без крышки, динамик работает хуже. Когда смартфон, на смартфон одеваешь законные его крышки, то динамик становится, качество воспроизведения становится значительно лучше. Одевается все вот так вот, соединяется. И никаких, в принципе, люфтов, никаких щелей здесь нет. По поводу корпуса. Корпус вне конкуренции. Корпус классный. Думал я, что у копии корпус будет, ну, хуже качества. Однако, ну, Huawei P6, ну да, там класс, там уровень видно было. То есть, разница все-таки есть. Но очень-очень на достойном уровне за корпус однозначно плюс. Единственное, что мне немножко не нравится, это то, что рамки вот эти вот по краям дисплея, они немножко широковаты. То есть, ну, хотелось бы немножко потоньше. Все-таки 2014 год и все вытекающие дела. Давайте смотреть технические характеристики нашего смартфона. Про вот этот вот момент я вам потом расскажу. Не обращайте на это пока что внимания. Значит, технические характеристики давайте посмотрим в программе Antutu. Здесь четырехъядерный процессор MTK6582. 17 тысяч палов набирает смартфон. Разрешение дисплея здесь HD. 13-мегапиксельная камера 4.2.2 Android. Графический ускоритель у MTK6582 Mali 400 MP. Вот это, что здесь пишет 6589. Это бред. И просто Antutu немножко ошибается. Значит, по памяти. Здесь 8 гиг своей собственной памяти. Опять же, Antutu ошибается. Если хотите, потом в памяти, в настройках памяти я это покажу. Оперативки гиг. И встроенной памяти, точнее, ставил я карточку памяти на 16 гиг. С картами памяти смартфон работает отлично. Нареканий нет. В подтверждение того, что здесь MTK6582, частота процессора 1.3 ГГц. Напоминаю, что 89 работает на 1.2, а 89T на 1.5 частоте. Интерполированная 8-мегапиксельная фронтальная камера. На самом деле, она около 5 мегапикселей. Камеры, кстати, мне очень-очень понравились. Давайте посмотрим, какие датчики у нас есть в этом смартфоне через программку Z-Device Test. А датчики, в принципе, у нас здесь стандартные. GPS рабочий, Wi-Fi, Bluetooth, компас. Датчик приближения, датчик освещения. Вспышка среднего уровня. Гироскопов нет. Акселерометр есть. И смартфон поддерживает OTG-функцию. То есть, можно будет подключать флешку, мышку, клавиатуру. Я сразу же оговорюсь о таких моментах. Я перед каждым обзором более-менее стараюсь готовиться. Смотрю отзывы, смотрю какие-то обзоры у людей. Что у кого какие негативные стороны. Проверяю их на своем образце. Значит, были негативные стороны от Дениса Летником. Есть такой обзорщик из России. Он говорил, что негативы были такие, что у него не работал GPS. GPS у меня работает. И работает, я не скажу, что прям хорошо работает. Но он ловил спутники и точку на карте обозначал. Я это в скриншотах дальше немножко покажу. Далее он говорил о том, что у него, в его версии смартфона, ну, скорее всего, брак, у него не работает датчик приближения. Я демонстрирую вам то, что датчик приближения в этом смартфоне работает. Работает корректно. Я его проверял не только здесь, но и во время звонка непосредственно по сим-карте. Идем дальше. Количество точек мультитач в этом смартфоне 5. А нет, не 5, 2 точки. Ну, это как бы довольно-таки слабо. И это считается, наверное, минусом сейчас. Теперь по поводу вот этих всех, то, что я постоянно в лаунчеры выбираю. Значит, заводская прошивка, он приехал к нам с этой прошивкой. Я ничего не трогал, ничего не менял. И на рабочих столах он так откровенно, откровенно подлагивает. Поэтому, чтобы он в этих менюшках не подлагивал, можно установить любой другой лаунчер. Например, лаунчер Next. Я его сейчас поставил. И сейчас, в принципе, я его применю, и вы увидите результат. Но пока на старой прошивке, на старом лаунчере, я вам покажу, что у нас есть интересного в настройках. В настройках у нас есть вот этот вот датчик жестов. Я не считаю, что это суперудобная функция, так как он реагирует. То есть, не всегда им удобно пользоваться. Но он есть. То есть, это имейте просто в виду. В настройках также я обещал показать вам память. Вот здесь гик, вот здесь 16, и вот здесь 538. Это значит, что своей памяти у смартфона 8 гик. Ну, около 6 гик оно доступно без карты памяти. То есть, без проблем смартфон с ней работает. Больше мне добавить нечего по прошивке. Я никаких багов не увидел. Хочу, вот сразу применяю этот лаунчер Next. Нажимаю всегда. Он у меня применяется. Естественно, лаунчер меняется. И все, смотрите, как все летает. Все быстренько. Ничего нигде не подлагивает. То есть, ну, это лаунчер. То есть, это не... Не пугайтесь то, что у вас изначально с прошивкой, которая идет со смартфоном, допустим, включат рабочие столы. Это все ерунда. По поводу прошивки, по поводу негатива о смартфоне. Очень много негатива, что там глючит смартфон с сим-картами. Что глючит, зависает смартфон без сим-карт. Я это все проверил, начитался этого негатива. Я не нашел ни одной негативной стороны. С экраном у меня все в порядке. То есть, он там не мерехтит, никаких артефактов нет. Не знаю, повезло, не повезло. Ну, в принципе, это все у нас работает нормально. Я вам хочу сказать, что симки зависают с симкой, зависают без симки. Прошивайтесь. Ищите прошивки, прошивайтесь. Это не в железе дело. Это все прошивки. Просто нужно эти смартфоны прошивать. Это ноунеймы. Это не заводской Китай. То есть, собирается он, грубо говоря, непонятно где. То есть, это не ТХЛ, не ЗОПА, не Ленова, не ЖАЮ даже. Поэтому прошивки, прошивки, еще раз прошивки. Возможно, у вас сырые, скажем так, варианты смартфона. Теперь, экран. Здесь IPS-матрица, здесь OGS. То есть, экран очень такой хороший. Углы обзора достойные. Яркости смартфона хватает для нормального пользования. Как вы видите, ничего не глючит с изменением лаунчера. Поэтому, имейте это в виду. Сейчас только найду настройки в этом лаунчере. Здесь все стандартно. Так же самое, как и было. Яркость. Яркость у нас довольно-таки хорошая. На солнце видно нормально. И все без проблем. Звучание смартфона. Во-первых, внешний динамик очень громкий. Мне понравилось, реально. То есть, действительно, смартфон играет громко. Сейчас вам это продемонстрирую. Но, что мне понравилось еще больше. Так как, внешний звук это такое дело. Мне понравилось, как этот смартфон звучит в наушниках. Действительно, звучит шикарно, четко, с басами. И довольно-таки громко. Я не скажу, что он прям орет. Как мой же UG2. В который я менял там настройки в инженерке. Но, качество, блин, действительно классное. Мне очень понравилось. Я с удовольствием бы слушал на таком смартфоне музыку через хорошие наушники. Запускать вам, показывать, как воспроизводится видео, я считаю бессмысленно. Здесь MTK6582. Здесь HD разрешение. По многочисленным моим обзорам вы знаете, что это хорошая производительность. Так, для примера просто продемонстрирую вам несколько игрушек, с которыми смартфон справляется на ура. Показал я вам, в общем, одну игру. Не буду больше показывать, чтобы не растягивать время. Игры запускаются. Все те, у кого игры подтупливают, это вам нужно менять прошивку. Идем быстренько дальше. Я тестировал, естественно, аккумулятор в этом смартфоне. 2200 аккумулятор у этой модели. Тестировал, как всегда, Antutu Tester. Что могу сказать по аккумулятору? Я не хочу говорить, что это суперрезультат. Но я хочу сказать, что это неплохой результат. Это результат лучше, чем у iNew V3 и хуже, чем, например, у iOcean X7 HD. В режиме игры 1 час 53 минуты, 2 часа 6 минут со 100 до 4%. В режиме воспроизведения YouTube, фильма с максимальной яркостью, с естественно включенным Wi-Fi 2 часа 22 минуты со 100 до 6. Я обращаю ваше внимание на то, что аккумулятор разряжается нормально, равномерно, без скачков. Значит, что аккумулятор хороший. Теперь, что касается моего подтверждения слов о том, что работает GPS в этом смартфоне. Вот, давайте посмотрим. Вот так вот я начинал ловить. Вот он словил эти спутники. То есть, GPS 100% работает. Вот он их словил за 13 или 14 секунд. Это нормальный результат. И при этом я был еще в квартире. То есть, не на улице, не под полностью открытым небом. Камера у нас 13-мегапиксельная основная. И 8-мегапиксельная по Antutu фронтальная. По поводу камеры. Если честно, мне камера действительно понравилась. Макросъемка отличная. Автофокус отлично работает. Видео записывает в формате Full HD. Видео сниму, покажу вам. Наделаю еще немножко фоток. Фронтальная камера, кстати, тоже очень классного уровня. Видна четкость картинки. То есть, камера действительно мне понравилась. Не знаю, говорят, что там что-то плохое. Нормально. Для такого уровня смартфон отличный. В принципе, я вам разобрал. Расхвалил эту модель. Расхвалил как мог. Если честно, не вижу особо таких недостатков. Ну, давайте подводить итог. Все-таки в конце я добавлю. Немножечко ложку дегтя. Значит, смартфон двухсимник. Смартфон имеет дизайн Huawei P6. Металлический ободок, металлическая крышка, две симки, 5-дюймовый. Цена этого смартфона у нас в магазине составляет примерно 175 долларов из наличия в Украине с гарантией от нас в Украине. Классный ОГС-экран. Классная матрица IPS. Функция OTG. Хорошая камера, 13 мегапикселей основная, 8 фронтальная, ну с интерполяцией. Аккумулятор на 2200 это средний такой показатель у смартфона в плане не емкости аккумулятора, а в плане продолжительности его работы. Поэтому за аккумулятор могу поставить четверку. GPS ловит, функция работает, ловит не супер круто, но тем не менее ловит и функцию свою выполняет. Тоже четверку поставлю. По поводу багов, то что у меня там глючили рабочие столы, вообще не считаю минусом. Это такое дело, это все бывает, даже там Samsung и брендовые модели глючат. Это не проблема, вот лаунчер поставил, все летает и вообще все молниеносно. С программами, с играми смартфон справляется тоже на уран, не могу ничего плохого сказать или добавить. Карточки ставил, разговорный динамик, микрофон шикарный, слышно действительно круто, громко и без нареканий. Wi-Fi сеть ловит отлично, тоже нареканий нет, тоже я тестировал это все. Многочисленные проблемы, есть кстати вот такое вот окошко, удобное, типа TouchWiz. Многочисленные проблемы у людей с прошивками, с тем, что смартфон зависает с симками, зависает без, не работает датчик приближения, не работает GPS. Это все сырой софт, я уверен в этом. Какой же я могу сказать негатив про этот смартфон? Как и всегда у меня есть на нашем канале ролики о том, что я говорю, что делайте свой выбор в пользу заводского качества, заводских смартфонов. Этот смартфон я не считаю заводским качеством, заводского производства по одной простой причине. Я задался целью, вот я скептически отношусь ко всем копиям, скажем так, это самое что ни на есть копия на брендовый Huawei P6. Так вот, я задался вопросом, а что если я допустим, или, ну я не буду пользоваться, допустим клиент наш уронит смартфон, или допустим случится брак экрана и срок в наш гарантийный мы должны будем поменять. А вот я не нашел, не нашел ни дисплея, не нашел ни тачскрина. Вот это самый основной минус этой модели, и я не вижу смысла это скрывать. Я хочу сразу же расставить все точки над «д», чтобы не было глупых комментариев, ну может не глупых, но просто в недоумении, что как так. Вы не найдете таких запчастей, самых вот основных дисплей тачскрин на 90% аналогичных моделей, то есть ноунеймов. На любой ZOPO, на любой TSL, на любой Lenovo, на любой GIU вы сможете найти деталь. На всякие джеки, на всякие старые, на всякие хайпаи, куботы, вот эти все полуподвальные смартфоны, может не быть. На Faya у нас был такой бренд, на всякие разные, ну то есть это все копии, это все качеством ниже. Поэтому начинка шикарная, шикарный функционал, шикарный дизайн и цена всего лишь 175 долларов. С аналогичными характеристиками ZOPO или TSL стоили бы дороже. Поэтому вот, наверное, это мой личный, по моему мнению, основной недостаток этого смартфона. Других недостатков я пока не вижу у этой модели. Поэтому всем советую, не пугайтесь того, что я рассказал. Это правда абсолютная. Покупая Star или покупая Hi-Pi или покупая Faya, вы тоже можете попасть с этим делом в неудачу, скажем так. На этом все, буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Я разузнал об этом смартфоне все, что только смог. Все нюансы, все на форумах посмотрел какие-то негативные стороны про модель. Постарался проверить все на своем экземпляре. У нас их несколько в наличии. Поэтому звоните, заказывайте. В наличии только белый цвет. Черных, увы, к нам не приехало и, скорее всего, не приедет. Хотя еще посмотрим, как там будет. На этом все. Смартфон мне очень понравился. Если бы тут была надпись ZOPO или тут была надпись Huawei или TSL или ZEU, то, блин, это была бы реально крутая модель. На этом все. Спасибо за внимание. Александр, antelife.com.ua Заходите на сайт, подписываемся, ставим комментарий, лайк. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok